всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить про задержку при записи и в частности про режим low latency то есть режим с низкой задержкой что значит такое задержка наверняка многие вас уже сталкивались те кто пытался записывать что-то в лоджике с использованием мониторинга в лоджике что в некоторых проектах особенно перегруженных где много инструментов где много партий где уже много каких-то плагинов например висит многие сталкивались и сталкиваются с проблемой что записывать спрос невозможно потому что идет сильная задержка и в первую очередь все естественно бегут к вот этим настройкам аудио девайс из in out буфер сайс потому что ну всем это уже давно известно что это размер буфера то есть размер обработки входной и выходной звуковой информации лоджиком и соответственно здесь у нас пишется вот с такими настройками буфера какая у нас задержка по звуку то есть если мы что-то записываем и хотим одновременно через лоджик прослушать то звук до нас дойдет только через двадцать семь миллисекунд то есть эта задержка самого скажу так движка лоджика и само буфера процессора как угодно то есть за это время у нас сигнал успевает оцифроваться то есть перевестись из аналогового цифровой вариант а потом из цифрового обратно в аналоговый и поступить нам в наушники и либо в колонке соответственно это занимает 27 миллисекунд в принципе уже достаточно ощутимая задержка то есть соответственно можно конечно же поставить здесь значение ниже но мы сейчас поговорим о другом то есть если вы записывали меди или аудио как в моем случае сегодняшнем я буду записывать гитару можно поставить попробовать более низкие значения но должен предупредить что тогда у вас очень сильно повысится нагрузка на процессор и если у вас используется много плагинов в проекте то он может просто начать щелкать и ну скорее всего может даже остановится не будет воспроизводиться потому что процессор не будет справляться со всей взвали на него скажем так сложностью что еще какой важный параметр то есть все смотрят только на вот этот размер буфер сайс но забывает про еще очень немаловажную вещь у нас множество плагинов работает по так называемому режиму скажем так предсказание будущего но это я так называю на самом деле это как такой ну по-разному называется в разных плагинах но что о чем идет речь это касается касается как правило всяких компрессоров касается всяких гейтов некоторых линейно-фазовых эквалайзеров например вот у меня здесь стоит на мастере в этом проекте эквалайзер от waves линейный с линейной фазой и мы здесь видим здесь вот навести на этот плагин мышку что он вносит задержку в 58 миллисекунд то есть вот в этой подсказке видно 58 миллисекунд далее у меня стоит здесь лимитер который сейчас пока отключен но он тоже вносит задержку то есть видно что 40 миллисекунд при этом при вот этот плагин не вносит задержки loudness matter потому что это всего лишь обычный ну скажем так метринг плагин то есть измеритель громкости он ничего не делает со звуком соответственно мы можем посмотреть некоторые плагины подписывает то есть берет и кью тоже вносит очень маленькую задержку 0,3 миллисекунды это практически не ощутимо в то время как линейная версия эквалайзера вносит уже достаточно ощутимую задержку но собственно в этом есть преимущество потому что это так называемый режим look ahead то о чем я говорил предсказание будущего то есть когда мы нажимаем на пробел воспроизведения проекта все вот эти плагины то есть как бы лоджик он запускается спустя то время которое вот здесь указано у самого наибольшего плагин то есть у нас например один плагин вносит задержку 20 миллисекунд другой 30 а вот при какой-нибудь этот еще один плагин вносит 58 миллисекунд соответственно лоджик смотрят все все что присутствует в его проекте в данном проекте из делать эту задержку запускает вы заметьте если вас очень много всего установлена в проекте вы нажимаете на пробел у вас воспроизведение как бы начинается чуть-чуть погодя итог потом идет уже и вы слышите звук то для нас это ничего страшного какие-то доли миллисекунд там это ничего страшного а для плагинов это скажем так возможность их правильного функционирования то есть в этом все в порядке когда мы слушаем когда мы микшируем или делаем мастеринг с этим никаких проблем нет но проблем возникает когда мы пытаемся что-то дописать вот уже такой сложный проект где уже много всего я специально выбрал проект вот я хочу например записать сюда гитару вот у меня уже подключена гитара здесь стоит обработка в чем основной смысл я хочу слышать именно гитару суд это уже установленной обработка мне нравится этот звук я хочу его слышать потому что у меня моя звуковая карта позволяет мониторить звук непосредственно с карты то есть по идее могу играть без задержек но там вы понимаете там где-то звук гитары абсолютно никак не обработан то есть я слышу тупо линейный усиленный звук гитары естественно не играть никакого кайфа нету поэтому я хочу слышать обработку лоджика но если сейчас например запущу но откуда например отсюда то есть играть на этом невозможно потому что я играю на гитаре ну наверное не слышно звук струн может слышно микрофон ну то есть можно понять что звук из лоджика приходит с такой очень ощутимой задержкой по сравнению с тем как я играю то есть сыграть что-то вменяемое ритмичное очень сложно даже там супер продвинутому гитаристу виртуоза естественно таких условиях что-то записать невозможно и для этого нам приходит на помощь режим low-latency мод у меня он выведен вот сюда на панель виде специально включаемой кнопки и эту панель можно настроить просто кликнув либо правой кнопкой мыши либо control клик в любое свободное поле вот здесь на этой панели и выбрать кастом из control bar и дисплей и здесь вот добавить лоуэзин simo то есть я это сделал под себя настроил у меня эти настройки уже мои здесь установлены либо можно эту функцию включить в настройках preferences audio general и здесь вот тоже есть лоуэзин simo как вы видите здесь тоже включается выключается и соответственно что делает этот режим когда его включаю он скажем так делает не дееспособными некоторые элементы плагинов или их алгоритмов то есть в момент пока я в этом режиме пока я как бы записываюсь то есть сейчас не включен мониторинг вот здесь мы включен software мониторинг то есть я слышу звук от гитары через logic в такие моменты когда включен это режим у меня отключаются некоторые алгоритмы лоджика который вносит существенную задержку как видите здесь меня например отключается изменение посыла и посыл сам и учат задержки практически нет пусть и она очень слабо ощутимо то есть вполне можно играть сравните как сейчас звучит гитара и вот с какой задержкой без если то есть разница на лицо тоже касается и записи вокала если при записываете вокал уже в когда готова аранжировка бывает это очень сложно сделать и кому-то приходится выводить им по три минус в отдельном проекте записывать вокал оттуда обратно перетаскивать дорожки с вокалом уже в этот основной проект ну то есть каждый выкручивается как может но я вот нашел для себя такой способ у меня он работает за исключением каких-то очень сложных проектов где там 100 дорожек там бывает что и лолу это носим от не помогаете ощутимая задержка есть и тогда конечно придется все-таки сделать минус и записать партию где-то в другом проекте в пустом где нет никаких плагинов и вернуть обратно все в этот проект попробуем очень с этим режим еще что-нибудь здесь записать какой-нибудь просто соло ну Субтитры сделал DimaTorzok Ну, там были у меня интересные ноты такие, но не суть То есть задачу мы решили играть комфортно, записываться комфортно То есть теперь я могу отключить этот режим и послушать уже то, что я записал со всей обработкой в максимально комфортных условиях Ну, то есть идея, я думаю, понятна, поэтому я советую вам попробовать этот режим По умолчанию здесь этой кнопки нет, еще раз напомню, поэтому не все знают про этот режим и пользуются им часто Поэтому советую вам попробовать, если вы часто сталкиваетесь вот с такой проблемой до записи чего-либо с мониторингом через Logic То есть это существенно, если вы пользуетесь мониторингом с карты, как, например, я, когда записываю вокал, там, вокалистов Все, когда я с вокалом работаю, я всегда использую мониторинг в своей карте, потому что у меня там есть встроенная реверберация И мне не нужна обработка внутри Logic, то есть я, то есть все, кто у меня записывает вокал, они слышат себя непосредственно с карты Поэтому никакой задержки там, в принципе, речи быть не может, потому что ты звук в таком случае слышишь непосредственно со входа звуковой карты Поэтому, то есть еще даже до попадания в компьютер, поэтому там никаких проблем нет Но у многих, к сожалению, на картах нет такой возможности, такой функции, как встроенный мониторинг И им приходится слышать себя через Logic, то есть Logic это единственный момент, вариант, как можно расслышать себя Поэтому вот эта функция для них, это в первую очередь, то есть если у вас такая же проблема, и вы пользуетесь записью и мониторингом через Logic То обязательно включайте, пользуйтесь этим режимом, он точно поможет вам комфортно записываться То есть даже, я еще раз обращу внимание, я не уменьшал буфер, то есть буфер у меня остался таким же Потому что если я здесь уменьшу, у меня здесь очень много синтезаторов в этом проекте, клавиш и так далее И у меня может просто начаться какие-то ошибки, вылеты, и тоже о комфортной записи тут речи быть не может Поэтому я оставил достаточно большой для записи буфер В принципе, можно, конечно, его попробовать уменьшить и включить режим Low Latency Но даже с таким большим буфером режим Low Latency очень хорошо работает и играть достаточно комфортно Так что всем рекомендую попробовать Ну а на сегодня это все в этом видео Увидимся с вами в следующих уроках Всем пока и успехов в творчестве! Субтитры сделал DimaTorzok